МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационную программу. Время говорить коротко о некоторых темах. Квартирный вопрос по-рязански. Руководителя крупной управляющей организации поймали на махинациях с жилплощадью. Как шустрят серьезные банки? Общество защиты прав потребителей предупреждает. А теперь об этих и других новостях более подробно. Директору общества с ограниченной ответственностью управляющая организацией техрембетсервис возможно придется вскоре присесть на скамью подсудимых. Начальник обвиняется следствием по статье мошенничества в крупном размере. Вот некоторые подробности от полиции. Руководитель предприятия, осуществлявшего управление эксплуатацией жилищного фонда, был осведомлен о наличии неприватизированных квартир на обслуженную территорию, принадлежащую городу. В 2012 году, оформив поддельные документы, он перевел одну из квартир в свою собственность. При оформлении второй квартиры администрации города Рязани был выявлен факт фальсификации документов. К проверке подключились оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. В настоящее время прокурором советского района города Рязани утверждено обвинительное заключение по обвинению директора ООО управляющей компанией техрембетсервис. Уголовное дело направлено в суд. То есть, получается, жадность сгубила одну квартирку, удалось, что называется, отжать, на второй махинатор накрыли. И, как утверждает следствие, занимался криминалом не какой-нибудь сеня-клык или веня-резанный, а внешне благопристойный руководитель в пиджаке и галстуке. Далее информация вдогонку. Этой зимой арбитражный суд Москвы возбудил дело о банкротстве управляющей организацией техрембетсервис. Это было сделано после заявления Рязанского муниципального предприятия тепловых сетей. Основанием к обращению в арбитражный суд явилось подтвержденный судебным актом наличия у управляющей организации техрембетсервис признаков банкротства. Так, в январе 2009 года между РМПТС и техрембетсервисом в цель обеспечения отоплением и горячим водоснабжением пяти многоквартирных домов в Рязани был заключен договор. Однако техрембетсервисом сроки оплаты тепловой энергии не выдерживались. Задолженность перед РМПТС составила более трех миллионов рублей за четыре расчетных периода подряд. То есть не платили коммунальщики теплосетям, да и все. Это к вопросу о стиле работы некоторых, если не сказать, многих управляющих организаций и компаний. И еще. Три года назад в московском округе разразился скандал с мошенничеством в одном из ЖЭУ. Там начальница, по всей видимости, начитавшись гоголевских мертвых душ, оформила на должность дворника несуществующего человека. Четыре года за призрак с метлой зарплату исправно получал кто-то вполне реальный. Ущерб, как было сказано в релизе полицейской пресс-службы, составил 300 тысяч рублей. Почему мы вспомнили этот случай? Почему не называем номер ЖЭУ с мертвыми душами в зарплатной ведомости того года? Да потому что сейчас располагаем данными, что руководство и этого ЖЭУ опять, мягко говоря, странно себя ведет и пытается не пускать работников по укладке интернет-кабеля к ремонту коммуникаций, поврежденных, кстати, с долей вины самого ЖЭУ. Кабельщики говорят прямо, у них за допуск к месту ремонта буквально вымогают деньги домовой начальники. Разумеется, речь идет о заботах коммунальщиков о собственном кармане, а отнюдь не о проблемах жителей дома, оставшихся без интернета и телевидения. Вымогательство взятки или навязывание липовых договоров – дело подсудное. Поэтому, как бы ни увидели, мы вскоре вновь в полицейских отчетах упоминания ЖЭУ Ловкача. Материалы для репортажа по этому поводу нами уже готовятся. К другим темам. Российский Центробанк намерен обязать все банки оснащать свои карты специальным чипом, а не только магнитной полосой. Решение связано с быстрым ростом рынка банковских карт и увеличением риска мошенничества по ним, сообщает издание «Коммерсант». Надо сказать, что и сами банки порой не прочь, как говорят в современном обществе, развести клиента, навязав ему исподволь необязательные платные услуги или грабительские условия договора. Об этом в материале Оксаны Тебенихиной. Как бы антимонопольная служба не обрабатывала российские банки с их бешеными процентами и дикими условиями, практической пользы это принесло немного. И мелкий шрифт в договорах запрещали, и навязывание страховок различных не разрешали. И что проку? Многие банки умышленно размещают информацию мелким шрифтом. То есть договор, который напечатан, ну как на руководстве по использованию медицинских препаратов, он не читается без пятикратной лупы для многих. И понятно, что если вам выдают там листов 10 с двух сторон печатного шрифта и говорят «почитайте», минут через 10 у вас начинается ступор в голове, и от того, что ни терминология непонятна, ни экономическая, ни юридическая, ни времени вы не располагаете при этом, как соотносить одну с другой страница, которая там в конце перехлёстывается и говорит «читайте, что было в начале», человек уже полностью готов на всё. И когда ему пальцем тыкают ручкой, вот здесь вот галочка «распишите здесь», «здесь», «здесь», «получите ваши экземпляры», «идите». На следующий день этот человек там в кругу семьи начинает изучать условия договора, и рекламный трюк относительно там 12, 14 или 18 процентов переходит в 40, в 50, а то и в 70 процентов. Я предполагаю, что существует определённый сговор среди банкиров для того, чтобы держать вот эту ситуацию под контролем и не раскрывать полностью информацию о потребительском кредитовании, хоть автокредитовании, хоть ипотека. Поэтому будьте настороже, изучайте больше, приходите, советуйтесь, и мы вам подскажем, как снизить процентные ставки по кредитам на законных основаниях. Даже гипотетически не может быть возможным то, что предлагают наши банки – трёхкратная переплата любого большого и маленького кредита, плюсом к этому всему непонятной комиссии и пени. Коль вы не имеете средств для того, чтобы поплатить страховку банка, то банк вам даст эти средства, но он приплюсует к основному долгу, а потом на эту страховку ещё добавят проценты, а может ещё и комиссии воткнуть. И желаемый, допустим, 200 тысяч, как вот у нас последняя семья пришла, у вас оборачивается к нежелаемых 740 тысяч рублей возврата. Это вообще кабала, о которой даже никто не подразумевал. Поэтому мой совет, прежде чем что-то подписать, просите у банка те документы, которые вам банк передаёт. Если вам в этом банке говорят, что мы на руки не выдаём для изучения проект договора, знайте, что вас банк хочет обмануть. Если человек идёт в банк за кредитом или ипотекой, значит, деньги ему нужны здесь и сейчас. Этим и пользуются недобросовестные кредиторы. 25% годовых. Да где такое вообще видано? Центральный банк не подчиняется государству. У этой категории мировых господ свои порядки. Конечно, до европейских 3% по ипотеке нам ещё далеко. Но наше доступное жильё по-прежнему доступно далеко не каждому. Продолжаем программу. В Рязани проходит донорская акция «Река жизни». По сообщению областного общества о больных гемофилии, вчера в первый день её проведения донорами стали 53 человека. Для сравнения, в прошлом году на участки пришли 59 добровольцев. Однако 16 доноров тогда дала передвижная станция, которая работала на Площади Победы. С подробностями о дне сегодняшнем Глеб Галушкин. Очередная донорская акция «Река жизни» проходит уже в 56-й раз. На сдачу крови в областную станцию переливания крови на сегодняшний день пришло более сотни добровольцев. Ну что, проходит нормально, как все акции. Очень большой интерес вот к этим украшениям, которые сделали. Потом мне очень нравится то, что донор, выходя со станции крови, переливания крови, может взять шарик, где написано «Я донор, могу-то еле и выпустить, отпустить его». Знаете, какой-то такой символ, придуманный нами, сообща вот с новыми партнерами, символизирует, на мой взгляд, такой тихий человеческий подвиг, который поднимается ввысь нашего резонского мира. Спасибо. Работники станции переливания крови считают, что именно регулярная акция «Река жизни» приводит людей в ряды добровольных доноров. Акция «Чем хороша» во время ее приходят те, кто никогда до этого, может быть, и не решился бы прийти. Это как бы является вот каким-то толчком пойти попробовать, и многие, кто пришел в акцию, сдал кровь, потом становятся регулярными донорами. То есть, в общем, акция, она нужна именно как и пропагандистская вот такая акция, и вот именно подтолкнуть людей прийти и опробовать свои силы в качестве донора. Чуть менее года назад отечественное донорское движение сотрясла новость об отмене компенсационных выплат за сдачу крови. Позже, когда число доноров стало резко снижаться, прежние правила немного модернизировали и вернули. Впрочем, горожане, пришедшие на областную станцию переливания крови, в один голос уверяют, что сделали это отнюдь не из-за материальных соображений. Это нормальная реакция человека, помочь людям, которые нуждаются в нашей помощи. В данном случае я могу помочь только тем, что сдам кровь. Я уже сдаю периодически кровь, чтобы детки наши были здоровы. И в общем-то, какие-то люди в беде надо выручать, естественно. Ну, я считаю, что лучше бесплатно. То есть, если есть желание, есть настрой, то приди и сдай кровь. Сейчас по статистике в России количество доноров на тысячу населения примерно в три раза ниже, чем в странах Западной Европы. Однако работники станции переливания крови надеются, что именно такие акции, как река жизни, будут способствовать постепенному увеличению числа добровольных доноров. На сегодня всего хорошего вечера и до встречи завтра. Как обычно в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова